Девушки отдыхают Внимание! Приготовиться к записи Хочу все знать 161, дубль 1 Начали Когда кончается ночь, на темном еще небосклоне появляется прекрасная звезда Это планета Венера В 1983 году к ней отправились советские исследовательские станции Венера-15 И Венера-16 Их снарядили в этот сверхдальний путь, чтобы увидеть лик загадочной планеты Ведь ее поверхность скрыта от нас сплошным облачным покровом Там, где бессильны оптические приборы, делу помогает радиолокация Излучаемые локаторами радиоволны пронзали атмосферу Венеры Отражались от ее поверхности и возвращались на станции А оттуда их принимали земные антенны Эти волны приносили на Землю подробные сведения о рельефе Венеры Электронно-вычислительные машины превращали радиосигналы в фотографическое изображение На каждом витке вокруг Венеры станции снимали полоску ее поверхности Из этих полосок ученые собрали карту всего ее северного полушария По фотографиям художники нарисовали цветные риски А затем был сделан глобус Венеры Безводная каменистая пустыня Скалистые горы, потоки застывшей лавы Так выглядит прекрасная утренняя звезда Мы разглядели одно ее полушарие Будущей экспедиции снимут другое И тогда мы сможем увидеть всю планету Исследования продолжаются К ней полетели уже новые станции Беги Венера стала будто ближе к нам Ведь теперь мы знаем о ней гораздо больше, чем знали раньше А сейчас мы с вами побываем на занятной выставке На выставке рыбок Вот обитатели великих африканских озер Виктории и Танганьеке Рыбки цихлиды Как разнообразен, красочен и богат мир одних только маленьких рыбок Сколько здесь форм и окрасок Сколько удивительных приспособлений Коралловым рыбкам Красного моря, например Помогает выжить дружеский союз с актиниями Рыбки кормят актиний остатками своей пищи А тем награду защищают их от врагов Жалят хищников своими стрекательными клетками Но, пожалуй, самое интересное Это совсем невзрачная рыбка Ее зовут тетрадон Она сама за себя постоять может Смотрите, что сейчас будет Что это? Неужели рыбка гибнет? Неужто лопнет? Нет Способность этих рыбок раздуваться в воде и на суше Помогает им отпугивать врагов И пережить морские отливы Из мира рыб Перенесемся в мир роботов Сначала вспомним всем известную игрушку Струйка воздуха выпрямляет свернутый бумажный мешочек Если заменить бумагу прочным и упругим металлом Можно построить бесшарнирный механизм Работающий на сжатом воздухе В нем не будет трущихся сочленений Которые часто портятся Первая модель необычного робота Только умела, что толкать легкий шарик Вторая двигала створки сигнального фонарика А третья уже научилась переставлять небольшие детали Придет время И уже не модели А настоящие роботы без шарниров Станут помогать человеку Они будут работать в дождь В жару и в холод В глубоком вакууме, где нет воздуха В ядовитом дыму Они будут работать на воде и под водой В местах, где не только человек Но и обычный шарнирный робот Долго работать не может Потому что его сочленения ржавеют И выходят из строя А рыбки здесь ни при чем О рыбках мы уже рассказали Теперь отправимся в гости К подмосковному почтальону Валерию Брезгунову Вот он, как нас встречает На работе Валерий Васильевич разносит газеты и письма А после работы Давайте посмотрим Валерий Васильевич разносит газеты и письма На досуге Валерий Васильевич мастерит Старинные русские музыкальные инструменты Многие из них оказались забытыми Мастер заново воссоздает их по описаниям и по рисункам А кое-что и сам додумывает Этот древний инструмент называется кугиклы Это жалейки А встречал нас Валерий Васильевич Игрой на валынке В певочем и нарядном Двухголосом инструменте Собственной работы Конечно, мои дети Ещё не всё на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы Желание Придут к тебе Придут к тебе И знания Поэтка Вам ручается Журнал Хочу всё знать Субтитры создавал DimaTorzok